Рынку не было, тут замечательный фонтанчик был, ходили гуляли. Это сейчас вот такое устроено. Сейчас только старые открытки напоминают, какой была Старозагора до того, как здесь появились торговые ряды. Еще в 90-е они перекрыли вид на ошибку. Жители жалуются, ну не может такой бульвар начинаться с рынка. Может быть, да, удобно, хорошо, конечно, где-то может что-то подешевле. У всех отношения по-разному к рынку. Вот, но все равно я с вами понимаю, что такая улица, как Старозагора, она не должна начинаться с рынка. Тем более с такого страшного рынка. Возможно его перенести, пожалуйста, пускай переносит его в другое место. Мы не против рынков, но не здесь. Вот Старозагорский на той стороне, да, почему бы там не сделать рынок? Тряпочки убрать, а сделать овощи там овощной или какой, продовольственный ли рынок. Женщина шла по рыночку, вот по-нашему, и вдруг на нее что-то падает на голову. Она остановилась и вот так стряхнула. Это крысенок маленький оказался на пол. И тут подбегает мама, берет этот крысенок и побежала с ним. На этом рынке купить можно все, что душе угодно. Рядом с колугодками бижутерии соседствуют киоски с мясом и сушеной рыбой. Появление здесь журналистов, продавцов явно не радует. Вы как считаете, рынок не портит вид города, вид улицы, которые конструируют? Поговорить о судьбе рынка соглашаются далеко не многие. Я считаю, что нужно облагородить и оставить так же торговые ряды. Потому что свежую продукцию не купишь в супермаркетах. Проблемные торговые точки недавно стали темой совещания в администрации промышленного района. Перед властями поставили четкую задачу избавиться от незаконных торговых объектов. Сейчас владельцами этих торговых рядов ведутся сложные переговоры. Расторгаются договоры о тех, кто торгует незаконно, предупреждают о сносе. Рядом вовсю идет реконструкция улицы Старозагора. И после ее завершения вот такому привету из 90-х на обновленной улице места не будет. Валерия Макарова, Константин Головин. События.